Депутаты Госдумы предлагают установить минимальную почасовую зарплату в размере 100 рублей в час. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже разработаны. В ближайшее время их рассмотрит правительство. Если законопроект одобрят, то минимальная зарплата в России при полном трудовом дне и полном рабочем месяце составит около 18 тысяч рублей. К слову, примерно столько сейчас зарабатывают сотрудники почтовых отделений. Это еще в лучшем случае. Сегодня руководство ведомства заявило, что намерено сократить штат руководителей и повысить зарплату рядовым сотрудникам. Штат управленцев будет сокращен на 30%. Так, средняя зарплата почтальона должна составить не меньше, чем зарабатывают курьеры частных компаний. А операторы будут получать не меньше кассира в сетевом супермаркете. С таким предложением выступило Министерство связи и массовых коммуникаций, сообщает газета «Известия». Но при этом отмечается, что увеличение доходов сотрудников в два раза к 2016 году обернется для предприятия убытками в размере более 31 миллиарда. Сократить финансовые потери ведомству поможет увеличение числа пересылаемых посылок на 120%, с 69 миллионов штук до 152, а также писем на 30%. Продолжение следует...